Российские искандеры будут использованы на учениях в Таджикистане, в Узбекистане вернули в мечетях. Президент Туркменистана готовит сына на роль преемника. На пяти полигонах Хатлонской области Таджикистана стартуют 10-дневные военные учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В них будут задействованы свыше 5000 солдат и офицеров, 64 единицы боевой авиации, 300 единиц бронетехники и артиллерии. Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на завершающей стадии учений выполнят боевой пуск в лагере условных так называемых боевиков, сообщило информационное агентство «Азия Плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра Минобороны Таджикистана Фаридун Махмад Ализада. Напомним, что Россия регулярно проводит в Таджикистане учения в рамках сотрудничества по линии ОДКБ. Поводом для проведения подобных мероприятий российской стороной называется некая угроза со стороны Афганистана. Вместе с тем эксперты называют разговоры о данных угрозах явно надуманными для создания предлога военного присутствия России в Таджикистане. Власти Узбекистана разрешили в крупных мечетях страны читать Азан через громкоговоритель. Об этом сообщает сайт azon.uz. По данным источника, пока что Азан слышен в 300-500 метрах от мечетей. В мечети, которая находится в нашей Махалле, тоже начали читать Азан через громкоговорители. Пока что звуки Азана и пятничные проповеди имамов слышны в 300 метрах от мечетей. Призыв на утреннюю молитву слышен очень хорошо, но днем из-за шума автомобилей Азан услышать трудно. Я разговаривал с верующими, которые сообщили мне, что Азан через громкоговорители читает в таких мечетях столицы, как Минор, Тилла Шейх, Бадамзар, Ислам Ата, Илон Ата и Каттакани, сказал репортер радио Азадлик. Напомним, что до недавнего времени в Узбекистане Азан читался внутри мечети, чтобы его могли услышать только прихожане, пришедшие помолиться. А на использование громкоговорителей для чтения Азана был наложен запрет прежним президентом Каримовым. Аналитики отмечают, что комплексы реформ в религиозной сфере, инициированный новым президентом страны Шавкатом Мерзияевым, носят весьма косметический характер и, вероятно, несет в себе скорее популистские цели, нежели сулит реальные изменения в стране. 27 октября в информационной программе «Ватан» туркменского телевидения был показан сюжет с церемонии вручения работникам военных и правоохранительных органов медали «Мялик Гулыберды Мухамедов» и присвоения им очередных воинских званий. Государственные награды, как сообщил диктор, вручены по поручению президента страны Гурбан Гулыберды Мухамедова по случаю 26-й годовщины независимости Туркменистана. Среди награжденных присутствовал и сын нынешнего президента, Сердар Берды Мухамедов, которому было присвоено звание полковника. Наблюдатели отмечают, что в последнее время все чаще Сердар стал появляться на публике, упоминаться в СМИ и, в общем, показываться в обществе с положительной стороны. В связи с этим не исключается, что младший Берды Мухамедов готовится в качестве преемника своего отца, что в принципе на сегодняшний день стало обыденностью в странах Центральной Азии. Продолжение следует...